И когда я вышла из этого кафе, я оглядела внимательно публику. Да, этот праздник справляли многие иностранцы, но китайцы, японцы, какие-то другие, они все сидели в соседних кафе, но не в этом. А в это никто не пришел. Боялись, просто боялись. И если вы скажете, что этого нет давно в мире, вот я видела это, никто ничего никому не говорил. Абсолютно. Нигде ничего не было написано. Но на входе стояли парни, проверявшие на фейс-контроль. Допустить или не допустить этого человека внутрь. Вот интересные новости на уровне мировых событий, что творится в мире. Российские военные преступления в Украине будут расследовать в Германии. Как сообщает Форбс в октябре 2023 года, фонд Клуни за справедливость CFJ, неправительственная организация, основанная Амаль и Джорджем Клуни, подал в федеральную прокуратуру Германии иск, три даже иска, с требованием расследовать преступления, совершенные в Украине. Фонд CFJ представляет интересы 16 пострадавших семей, жертв. Заявления касаются преступлений, совершенных российскими солдатами на территории Украины после полномасштабного нападения России 24 февраля 2022 года, с самого начала войны. Докет, отдельный проект фонда, состоящий из международных юристов и следователей, собирал доказательства и готовил материалы, подробно описывающие преступления, совершенные российскими войсками на территории Украины. Ну, друзья, конечно, хорошо, что немецкие суды занимают лидирующие позиции в мире по расследованию международных преступлений в соответствии с универсальной юрисдикцией и Джордж Клуни, это, как вы понимаете, киноактер, да, который занимается сегодня политикой. Что же возможно, друзья, это все реально интересные вещи, которые на сегодняшний день выступают на поверхность. Якобы нельзя остановить войну, якобы нужно только расследовать эти преступления. Преступления есть, преступления совершены, но я хочу сказать, что насколько это важно сегодня расследовать или просто можно запретить, просто взять и запретить войну. Вы считаете это невозможно? Вот так возможно. По одному щелчку. Как возможно было нападением, так же по щелчку. Так возможно и остановка всего и вся. Но миру это невыгодно, военным это невыгодно, военные не остановятся. Им дали только-только эту кормушку, в которой можно разбогатеть. Торговля оружием. Она, кстати, началась лет за 10. Активная уже. Шла активная подготовка к войне. Началась торговля оружием. А уже за 5 лет уже так уже все знали, что война будет. Единственное, что вот эту точку, да, ракетница не выстрелила. Поэтому не знали точного дня. Но в принципе знали примерно, когда это будет. Так же, что касается военных, они не только просто разжигают, но они сами-то не особенно хотят участвовать в военных действиях. Отдавать приказы это одно. А вот ездить на передовые, как нам показывают какие-то совершенно немыслимые, якобы вот поехали на передовую и там сделали инспекцию, да, такого нет и не будет никогда. Это идут цирковые номера, скажем, спектакли бутафорские, где вам показывают тех или иных чиновников, которые приехали на фронт и делают там инспекцию. Германия. Германия страна военная. Германия очень любит марши. Это всегда было и сейчас это возобновляется в Германии очень сильно. Если говорят, что Германия, ну не будем говорить, вы знаете, вот этот фашизм, но оно везде, вот фашизм, он по всему миру распространился. Чума белая, чума красная, чума коричневая. Об этом говорил еще Михаил Булгаков, один из комментаторов, мне сегодня об этом напомнил, да. И говорил-то он об этом, о коричневой чуме еще говорил, когда в 25-м году, когда писал «Собачье сердце». Написал. Так вот, я хочу сказать, друзья, какая бы ни была чума, это не важно, какой китель ты на себя надел, важно, что у тебя в голове. Так вот, под эту вашу идею уничтожения человечества можно надеть любой китель, белый, красный, коричневый, да, с одной стороны. С другой стороны, сварганить на скорую руку идеологию, которая также захватит весь мир. Вот в России, это реально на скорую руку, там некому было совершать эту, креатировать идеологию. Почему? Имею в виду написать идеологию. Потому что она настолько нелепа сейчас, что-то взято из прошлого, из нашего героического военного прошлого. А что-то на сегодняшний день не подходит. Но оно пытается засунуться в эти рамки. Не получается. И поэтому получается, ну, так скажем, как бабы на сносях. Тужится, тужится, а ничего не получается. Ну, вот так и здесь, друзья. Ничего не получается. Идеология получилась непрезентабельной, на самом деле. Она как бы в диссонанс входит с тем менталитетом, который воспитали когда-то в российском народе. А вот Германия, для Германии это свое. Для Германии это близкое. Вот эти марши, эти коричнево-рубашечники, оно будет возобновляться, друзья. И это не так долго до того, как Германия встанет на этот путь. Нет, сегодня никто не даст Германии Адольфа Гитлера. Нет, но идеи, они очень даже близки. Они входят в народ. В свое время есть такой Октоберфест, праздник, который празднуется осенью. Это праздник пива, праздник урожая. И мы с мужем оказались в Мюнхене и пошли в то самое кафе гитлеровское, где Гитлер, в 1933 году. Да, знаменитое кафе, где он речь свою сказал. И мы пошли туда. Да, друзья, и все пахло так же. Так же фашизмом пахло. Ничего другого не было. И это были 90-е годы. Мы с мужем зашли в это кафе. Я сделала некоторые для себя, отметила вещи, которые очень интересно мне показались тогда, на мой взгляд. Я не боюсь заходить в такие учреждения. И муж мой не боится. Она как бы светлая. И здесь к нам претензий расовых быть не может никаких. И что касается кафе, да, мы сели там, пили пиво, сосиски. Капуста эта невкусная. И сосиски невкусные, которые я не ем. Я не ем мясо. Тем более, свиные сосиски я не ем. И это квашеная капуста, непонятно, поджаренная или сваренная. Невкусная. Но сама атмосфера. Вот эти литровые кружки с пивом. Сама атмосфера, она говорит за себя. В кафе на входе стояли парни в белых рубашках, в черных брюках, с черной повязкой на рукаве. Бритые. 90-е годы. Какой фашизм. Еще ничего не было этого. Бритые. Стояли парнишки под бобрикобритые. Причем так активно видно, знаете, когда только что вышел из парикмахерской. И делали фейс-контроль. Фейс-контроль на людей, которые входят в это кафе. Вы можете себе представить, да? А вы говорите, нет ничего. Вот они сделали фейс-контроль. И когда я вышла из этого кафе, я оглядела внимательно на публику. Да, этот праздник справляли многие иностранцы. Но китайцы, японцы, какие-то другие, они все сидели в соседних кафе. Но не в этом. А в это никто не пришел. Боялись. Просто боялись. И если вы скажете, что этого нет давно в мире, вот я видела это, никто ничего никому не говорил. Абсолютно. Нигде ничего не было написано. Но на входе стояли парни, проверявшие на фейс-контроль. Допустить или не допустить этого человека внутрь. Да, конечно, они стояли еще из соображения безопасности. Почему? Объясняю. Потому что если человек с другой кровью придет в это кафе, то под пьяную лавочку, когда бюргеры все напиваются, пузо свое наливают пивом вкусным, свежим, то может произойти любое столкновение. Поэтому, чтобы избежать этих столкновений, конечно, и стоят парни, но осуществляют они фейс-контроль, а не что-либо другое. Понятно? И сегодня Германия будет руководить вот этими судами, фонды, суды. Больше ей не дадут, потому что сегодня не день Германии, сегодня день Израиля и России и Китая, Соединенные Штаты. Это те, которые на арене, на арене будут выступать перед всеми народами. Будут ли они отвечать за это? Нет, не будут, друзья. Они будут просто руководить и будут разыгрывать те действия, которые им положены. Но вот как-то не хочется очень, знаете, нарушать свою жизнь, не хочется очень военных действий. Я сегодня встала с утра и думаю, господи, какой кошмар. А вчера я на ночь посмотрела фильм «Война миров». Это старый фильм еще, американский фильм «Война миров». Не хочу думать, даже не хочу думать. И там показано нападение. Но не знали режиссеры и сценаристы, видимо, какого монстра изобразить, да? Показали, типа, какой-то космос, какие-то монстры, то ли машины, то ли люди громадные, непонятные, питаются кровью человеческой. Вы можете пересмотреть этот фильм. Он, я думаю, что в доступе свободном. Но я какой себе вывод сделала практичный. Вот знаете, есть фильмы, которые смотришь, не очень приятные, но практичный вывод я сделала. Запасайтесь картами местности, где вы живете. Физически, бумажным вариантом карт запасайтесь. Вот тот самый свой рюкзачок, который вы готовите для себя, чтобы с документами, с фонариком, с пачкой галет, и с какими-то консервами, с теплыми вещами. Вы приготовили себе рюкзак, нет? Друзья, так вот в этот рюкзачок положите себе карту, обязательно, карту местности, иначе не будет ни GPS, ни телефонов, ничего. Вы будете стоять вот в лесу и не будете знать, куда деться. Вот я среди гор, у меня со всех сторон, куда ни глянь, у меня везде одни горы. Куда идти? В какую сторону? Где один гор, где другой? Это же нужно через перевал идти. Когда я приехала в Женеву, у меня был адвокат Троянов, Троянов и Ко, они довольно известные, потом они приехали уже в Россию и обслуживали российскую элиту. Так вот, старик Троянов, с которым, собственно говоря, и работала, он рассказывал, как в 12 лет он осуществил с родителями переход через Альпы. И мы с мужем потом всегда смеялись, вспоминая его, что переход через Альпы пешком, он с родителями переходил Альпы, потому что мир после Второй мировой войны был вот таким. И неизвестно было, куда идти, где остановиться и где жить. Берегите мир, друзья, берегите, это ваша жизнь. Если возможно, не начинать войну, не начинайте, даже если хочется почистить от населения кому-то наш мир. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан, 26 октября 2023 года.